Добрый вечер, вы на Щелковском и как всегда это программа Диалог в прямом эфире. Позвонить к нам в студию можно по телефону 71440-71450 и задать свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Это заместитель Щелковского городского прокурора Александр Семин. Добрый вечер, Александр Сергеевич. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что пришли и общаться сегодня будем на довольно-таки животрепещущие темы. Но хотелось бы начать с приятной темы для вас недавно. Совершенно ваше ведомство отметило, Щелковская прокуратура отметила 55-летие, это важная дата. Это годы работы, это годы серьезной работы. И может быть несколько слов у вас найдется, чтобы об этом немного сказать. Что собственно это для вас, для ваших коллег? Да, действительно это очень важное событие. 5 февраля этого года мы отметили юбилей со дня создания Щелковской городской прокуратуры. На этом мероприятии присутствовали и бывшие Щелковские городские прокуроры, в том числе и сын уже прокурора, которого нет в живых, который также работает в органах прокуратуры. Были бывшие наши коллеги, которые трудятся в других структурах и органах власти. Были и пенсионеры, и ветераны органов прокуратуры. Был полный зал на самом деле. Такое мероприятие, я считаю, что нужно проводить, потому что для меня, как вот, скажем так, не самого старослужащего сотрудника, и для более молодых сотрудников очень важна вот эта преемственность поколений. Очень многому можно в ходе вот такого даже неформального общения почерпнуть от тех людей, которые стояли у истоков, и которые в трудные времена и в 90-е годы боролись с преступностью на нашей поднадзорной территории. Поэтому я очень благодарен нашему руководителю, ущелковскому городскому прокурору о том, что он организовал это мероприятие и на очень высоком уровне его провел. Мы тоже в этом, конечно, участвовали, но тем не менее это дорогого стоит. И теперь мы даже не идем на работу, а можно сказать, что бежим с радостью выполнять свой долг. Ну, 55 лет, да, это действительно серьезно, тем более, что за эти годы, опять же, я руководствуюсь теми источниками, да, с которыми общалась, и во время работы раскрыто немало важных дел, и в том числе громких, резонансных преступлений, да, это действительно те тяжелые 90-е, когда разгул был очень серьезный, и здесь нужно было, как говорится, всегда быть начеку. Да, собственно, и сегодня, наверное, прокуратуре приходится просто немножко, скажем так, люди, которые приступают к закону, они сегодня его немного по-другому приступают, скажем так, в определенных таких, даже законных, как бы сказать, рамках, да, потому что законы у нас, вы знаете, меняются регулярно, и, в общем, и в целом понимание того, как они меняются, оно тоже очень важно, и важно даже обычным гражданам, как выясняется, потому что сегодня мы находимся в любом случае в правовом поле по всем слоям нашей жизни, да, то есть мы несем ответственность, но мы имеем определенные права, поэтому и с этим вам, наверное, очень часто приходится сталкиваться, особенно в свете вот сегодняшних тем, которые мы будем обсуждать, да, вот 19-й год нам и предыдущие годы принесли немало таких важных тем, с которыми разбиралась прокуратура, в том числе это наша замечательная, в кавычках, замечательная и очень важная тема жилищно-коммунального хозяйства. Вы этим плотно занимаетесь, я знаю, с того момента, как сюда пришли, но давайте затронем ее. Да, да, давайте затронем, действительно, сегодня хотелось бы поговорить на эту тему. Прежде скажу, что вот про направление, которое вверено мне на моем участке работы, это надзор за соблюдением федерального законодательства, также у органов прокуратуры у нас есть такие направления, как уголовно-судебное, также судебное направление по участию в гражданских и административных, арбитражных делах, также надзор за органами предварительного расследования, ну и, соответственно, есть и другие, скажем так, специфические направления. Ну вот надзор за соблюдением федерального законодательства, он, я думаю, что выделяется, в первую очередь, тем, что очень много направлений федерального законодательства, я как-то пытался даже пересчитать, мне не удалось, потому что, ну, больше 90 я насчитал таких подразделов, можно вот по каким-то отчетным формам производить подсчет, но, тем не менее, это безбрежное море. Действительно, правильно вы отметили, что постоянно меняется законодательство, мы постоянно совершенствуемся, и у нас есть планы индивидуальной учебы, мы изучаем новое законодательство постоянно, и тем более мы призваны и ходим на работу для того, чтобы обеспечивать его исполнение и, в первую очередь, защищать права граждан. К теме ЖКХ. Я хотел бы вот две такие большие темы осветить. Это результаты нашего труда за прошедшие годы. Я тружусь в Щелковской городской прокуратуре в должности, которую вы озвучили, заместителя, с августа 2016 года, и буквально вот уже в сентябре 2016 года мне стало известно о том, что практически все, большая часть имущества, объектов теплоснабжения, которые были в муниципальной собственности, выбыли из муниципальной собственности в частную собственность. По этому поводу мы принимали досудебные меры прокурорского реагирования, но это нам не позволило вернуть это имущество, поэтому с нашей подачи прокуратура Московской области обратилась в арбитражный суд Московской области, и мы достаточно длительное время добивались результата в суде, более трех лет. И вот, наконец, в феврале 2020 года состоялось судебное решение, по которому иск прокурора был удовлетворен, и сделки о передаче имущества объектов теплоснабжения из муниципальной в частную собственность были признаны недействительными, ничтожными, и суд постановил вернуть имущество в муниципальную собственность. В настоящее время решение суда с 6 февраля этого года вступило в законную силу, и сейчас мы прорабатываем совместно с администрацией вопрос, связанный с исполнением реальным этого решения суда, поскольку что такое решение суда, если оно за собой не повлечет фактическое исполнение. Оговорюсь, что объекты теплоснабжения передавались путем создания, скажем так, муниципально-частного партнерства. Две организации, частная с одной стороны, муниципальная с другой, создали третью организацию, в которой большая доля участия принадлежала частному собственнику. И, соответственно, в эту организацию, в ее установлен капитал, были переданы котельные, тепловые пункты, тепловые сети и иное имущество, которое в своей совокупности является объектами теплоснабжения. Извините, просто логический вопрос. Меня интересует, для чего это было сделано? То есть, помимо, видимо, какой-то личной выгоды, я так понимаю, ну или каких-то личных интересов, это было как-то объяснено? Для чего это было сделано? Для каких целей именно такое партнерство? Насколько свидетельствуют об этом документы, это было сделано в связи с тем, что по оценке на тот период деятельности муниципального предприятия, которое эксплуатировало объекты теплоснабжения, оно якобы было в тот период убыточным и не справлялось с нагрузкой и накапливало долги, что могло привести к его банкротству. А, соответственно, поведение частного инвестора? Частный инвестор могло оздоровить ситуацию и наиболее эффективным образом эксплуатировать тоже муниципальное имущество. Но в ходе проведенных проверочных мероприятий нами были получены документы, которые свидетельствовали, в том числе документы, выданные муниципальными органами власти, которые свидетельствовали о том, что это предприятие не только самоокупало себя, несмотря на то, что у нас старые котельные, старые сети, действительно там много проблем, но и приносило какую-никакую прибыль, в том числе не только себе, но и часть этой прибыли отчисляла в бюджет. То есть это, получается, ложные данные были вам предоставлены? Ну, эти были данные, скажем так, преувеличены. И, в общем-то, я думаю, что... Здесь вопрос, понимаете, эффективности управления имуществом. Поэтому у прокуратуры нет функции оценивать эффективность управления имуществом. Мы можем говорить о том, что законно, что незаконно. Мы проверили законность уже совершенного факта сделок этих. Это были четыре такие огромные сделки, значительная часть имущества. И, соответственно, сделали вывод о том, что нельзя было их совершить. Почему? Потому что сделки, кстати, были совершены в период с 2013 по 2016 год. В 2016 году мы это заметили. В пределах трехлетней исковой давности нам позволило в тот период обратиться в суд. С 1 января 2014 года были изменения в закон о теплоснабжении, согласно которым все объекты теплоснабжения были ограничены в обороте. То есть это теперь такие вещи, которые можно передать другому собственнику только с очень четким соблюдением процедуры. Либо это приватизация, либо бывают случаи по банкротству, когда уходит это имущество. А так оно может быть передано либо в аренду, либо передано по концессионному соглашению. И, как показывает практика, еще не исключена его передача в хозяйственное ведение. Соответственно, оно было передано в частную собственность не через приватизацию, то есть в обход закона о приватизации, без соблюдения установленных процедур, без, скажем так, инвестиционных обязательств, финансовых обязательств поддерживать это имущество в надлежащем состоянии. Без, я понимаю, конкуренции, по сути. Да, и поэтому все это нам позволило доказать в суде о том, что это было незаконно. Но так заинтересоваться этим делом, все-таки вот этот прецедент, из чего он возник? Как так получилось, что вы поняли, что это действительно противозаконно? Ну, безусловно, были обращения граждан, конечно же. Обращение граждан, обращение различных органов – это, скажем так, один из основных источников информации, который нам, скажем так, в той или иной сфере обозначает проблему. То есть жалобы жителей отзывали? Занялись, да, занялись мы этой проблемой в связи с тем, что это, скажем так, глобальный вопрос на местном уровне, если можно так выразиться. Потому что это практически все объекты теплоснабжения Щелковского на тот период муниципального района. Поэтому задача прокуратуры – обеспечивать законность на поднадзорной территории. Мы занялись этим вопросом. Кстати, вот по поводу модернизации имущества. Каждая организация, которая эксплуатирует имущество, она должна поддерживать его в состоянии, которое позволяет на нем работать. Понятно, что это объекты теплоснабжения – это то имущество, которое нельзя раз и остановить, например. Либо вывести из эксплуатации без замены на другое. Потому что у нас есть социальные объекты, сады, школы, есть жилые дома, которые нужно постоянно отапливать, давать горячую воду и так далее. Иначе это вопросы безопасности. Кстати, нас тогда тоже заволновались по этому вопросу. Потому что в СМИ тогда еще, в те годы, была озвучена ситуация нашим президентом, на примере, скажем так, северных городов нашей страны, где каким-то образом оказалось, что котельная ушла с молотка к какому-то обществу с ограниченной ответственностью. В начале отопительного периода люди оказались просто в бедственной ситуации, потому что без тепла зимой в 30-градусный мороз. У нас, конечно, нет таких морозов, но тем не менее, все равно зима есть зима. Поэтому мы этим вопросом занимались. Так вот, в суд ответчиками были представлены документы о том, что да, это имущество заменялось в ходе его эксплуатации, улучшалось, заменялось оборудование и так далее. И ответчики заявляли возражения, обосновывали их о том, что это имущество видоизменено и его нельзя вернуть. Они же уже потратили денежные средства на... То есть мы вложили, пусть это будет наше. Ну, можно и так сказать. Тем не менее, был определенное время на начальном этапе, когда мы разбирали в суде, установлен тариф на услуги теплоснабжения ответчику этой организации. Тариф этот в соответствии с законодательством о тарифном регулировании предусматривает в том числе и расходы. Все расходы, которые связаны с поддержанием в надлежащем состоянии и с модернизацией реконструкции объектов теплоснабжения. Что уж и говорить, для того, чтобы получить тариф, обязательно нужно к заявлению в органы тарифного регулирования приложить разработанную и утвержденную инвестиционную программу, которая предусматривает также поэтапное, в течение определенного времени, улучшение объектов теплоснабжения. Поэтому тариф предусматривает все эти расходы. А поскольку организация деятельность ввела и по заключенным договорам с потребителем получала оплату, сначала по утвержденному тарифу, а потом и по договорному тарифу, который был установлен договором, поэтому все эти расходы с лихвой окупились, и еще, я думаю, что и прибыль была, ну, фактически, потому что это было и также экспертным заключением подтверждено в ходе разбирательства. Про доначисление. Ну, это просто такая, знаете, тема, она вот, вот люди приходят, да, куда-то, и у них эта тема, она вот, как это, в хит-параде на первом месте. Особенно вот люди пожилого возраста, они просто разводят руками и не понимают от того, что... Про доначисление нужно рассказать немножко предысторию. Про доначисление мы также узнали от граждан непосредственно, потому что, конечно же, мы же не можем взять и изучить все платежные квитанции, которые рассылаются по домам и дать им какое-то правовое обоснование. Поэтому граждане пришли с обращениями, этих обращений было огромное количество, они начали поступать в конце 2018 года. О том, что по отоплению были доначисления за период ноябрь-декабрь 2015 года. То есть прямо вот в пределах трехлетнего срока, когда исковой давности. Соответственно, в ноябре-декабре 2018 года, как показала проверка, по определенным жилым помещениям, по лицевым счетам, собственникам были выставлены, соответственно, долги прошлого периода, так называемые, отдельной строчкой с разбивкой по месяцам. Выяснилось, что, ну, скажем так, про процедуру, да, единый платежный документ, который мы получаем ежемесячно, он составляется либо непосредственно управляющей организацией, либо расчетно-кассовым центром. Соответственно, расчетно-кассовый центр является агентом по договору, заключенному со всеми ресурсоснабжающими организациями. В данном случае мы говорим про теплоснабжение. На основании договора теплоснабжающая организация поручила произвести эти доначисления расчетно-кассовому центру. Расчетно-кассовый центр это поручение взял за основу и исполнил. Это все было оформлено дополнительным соглашением к договору агентскому. И к этому дополнительным соглашению была приложена табличка, которая содержала, так на минуточку, практически 11,5 тысяч жилых помещений, лицевых счетов. А сумма доначисления составила более 40 миллионов рублей. Соответственно, за ноябрь-декабрь 2018 года эти денежные средства появились в качестве долга у 11,5 тысяч семей. Не конкретных людей, а вот мы же понимаем, что в квартире живет не один человек. Где-то один, а где-то целая семья. Поэтому, естественно, негодованию населения не было предела. Мы начали разбираться, разбивать это все на определенные моменты, анализировать документы. Сначала претензии были к расчетному кассовому центру. Он сослался на статью гражданского законодательства, которое так и гласит, что мы уповали на добросовестность своего контрагента по договору. Вот он нам дает поручения, мы их выполняем. И пока иное не доказано, мы считаем, что эти поручения являются законными и обоснованными. Далее мы к теплоснабжающей организации предъявили свои требования. На тот период, кстати, в 2015 году это была одна организация, а на этапе доначисления уже другая. И между ними были договоры уступки права требования. Это, скажем так, может быть сложно обывателю, но это примерно так, что если я должен вам 10 рублей, а вы можете сами попросить у меня их, а можете взять 10 рублей у Вани, и тогда я буду должен Ване. Да, 10 рублей. Знакомая схема. Я в каком-то фильме, по-моему, это видела. Ну вот. И поэтому эта организация уже была иная, мы разобрались в этом всем, соответственно, подумали, каким образом нам защитить сразу единым порывом всех. 45-я статья Гражданского процессуального кодекса, которая определяет полномочия прокурора в суде, общей юрисдикции, она имеет, скажем так, четкие границы, пределы прокурорского участия в суде. Это значит, что мы не с любым исковым заявлением можем пойти в суд. И в данном случае мы говорили о том, что мы не знаем, кто проживает в этих 11 с лишним тысячах квартир. Поэтому действительно мы не знаем, кто будет платить за отопление. Может быть, это собственник заплатит. А может быть, это лицо, которое проживает. Вот родственники жили, а собственник скажет, слушай, вы жили, тепло, хорошо, ну вот и платите за этот месяц. Поэтому нам удалось в суде доказать, и мы ссылались на судебную практику, о том, что круг лиц, безусловно, здесь не определен. И нас поддержала вторая инстанция, Московский областной суд. Мы получили это решение суда буквально в декабре прошлого года. Тоже большая победа достаточно. Получили его уже текст. И в этой связи у нас гражданам предложение вот такого рода. Если граждане являются трудоспособными, полностью, в общем-то, жизнеспособными, и относятся к рабочему населению, то в таком случае вы можете прийти к нам, и мы поделимся проектом искового заявления, каким образом конкретно можно обратиться в суд и обязать расчетно-кассовый центр, обязать ресурсоснабжающую организацию вот эти доначисления аннулировать. Уменьшить задолженность, например, по отоплению, либо в счет будущих платежей аннулировать. Потому что мы же каждый месяц платим, в любом случае. Это, может быть, будут неживые деньги, но это будут те деньги, которые граждане сохранят и не отдадут за отопление в будущем периоде. Если же это незащищенная категория граждан, например, лица пожилого возраста, инвалиды, то можете написать заявление прокурору, приложить копии документов, подтверждающих, что вы являетесь инвалидом, либо получаете пенсию по старости, и, соответственно, самостоятельно не можете обратиться в суд, и мы в ваших интересах сами обратимся в суд с такими требованиями. Мы уже начали такую практику. Два таких заявления в этом году уже в Щелковский городской суд мы направили. Дело в том, что то решение, которое мы получили, оно констатировало факт незаконных действий по доначислению. Но сами доначисления по каждой конкретной квартире мы не можем, скажем так, отыграть в суде, потому что мы ограничены 45-й статьей Гражданского процессуального кодекса. Но в любом случае то решение, которое получено, оно будет основой всех дальнейших рассмотрений в суде, поскольку по данной конкретной проблеме, в данном конкретном случае, если гражданин к нам приходит с заявлением, мы открываем этот перечень и видим, что та квартира, собственником которой он является в этом списке, то значит, он имеет право получить некий вот такой перерасчет. Но мы же понимаем, что в добровольном порядке теплоснабжающая организация не готова этого сделать, поэтому только через суд. Мы поможем, всем разъясним, все расскажем. Приемный день у меня каждый четверг в течение дня, первая половина дня. Увлекательный рассказ. Я думаю, что мы сейчас не прервемся на небольшой перерыв, а о захватывающей теме законодательства продолжим говорить позже. Не уходите, пожалуйста, далеко. Возвращаемся к диалогу в прямом эфире с заместителем Щелковского городского прокурора Александром Семиным. Александр Сергеевич, продолжим ее немножко в том плане, что да, я поняла, что на определенном этапе суды выиграны. То есть признано то, что предыдущий владелец, он, в общем-то, не имеет уже, собственно, прав на имущество. А имущество-то, собственно, куда переходит дальше? Имущество в настоящее время еще, конечно же, не возвращено. Мало времени прошло. Это вот буквально недавно, да, было дело выиграно? Да, вот 6 февраля озвучено решение суда, оно же даже не изготовлено, его на сайте арбитража суда еще нет. Ну, по крайней мере, вот я вчера смотрел вечером, сегодня не удалось посмотреть, может быть, сегодня не появилось. Но оно там будет. Будет обязательно. Вопрос заключается в том, что сейчас наша совместная задача с муниципалитетом определить актуальный перечень имущества и всех его составных частей, ну, начиная от котельной, заканчивая, не знаю, каким-то автоматом, отсекательным, там, не знаю, вентилем, краном и так далее. И, соответственно, определив перечень этого имущества, уже обеспечить его прием-передачу от предыдущего собственника, который незаконно им владел, в муниципальную собственность. Сейчас идет отопительный период, да, отопительный сезон не завершен. Соответственно, нужно очень внимательно подходить к вопросам, что это имущество, это технологические все эти процессы, они не могут быть остановлены. Поэтому все это нужно делать, ну, предельно аккуратно. Мы понимаем, что там были в этот период, когда переходило имущество и, так скажем, элементы миграции трудовой силы из одной организации уволились, другую трудоустроились. Теперь как-то это нужно в обратный процесс превратить. Поэтому все это, скажем так, достаточно непростые задачи, которые нужно поэтапно выполнять. И я думаю, что будет некая, как сейчас популярно говорить, дорожная карта разработана, которая будет содержать определенные рамочные мероприятия, которые прорабатываться будут профильными подразделениями администрации. Я думаю, что с нашим участием, поскольку наша инициатива была восстановить законность и вернуть это имущество. И в дальнейшем нужно говорить о чем? Нужно говорить о том, что администрация сама по себе, как юридическое лицо, непосредственно эксплуатировать это имущество не может, поскольку у нее другие задачи. Для того, чтобы эксплуатировать это имущество, могут быть либо созданы профильные организации, муниципальные. Может быть решен вопрос по-другому. Например, имущество на какой-то период будет передано на временную эксплуатацию, чтобы не прерывать технологические процессы в определенную организацию. А в дальнейшем, например, будет принято решение о его последующей приватизации, либо передаче по концессионному соглашению. Либо в иной форме. Главное, чтобы это соответствовало закону. Наша задача, как видится, в настоящее время, это в первую очередь обеспечить исполнение решения суда, реальное его исполнение. И уже второе, это в последующем, в рамках нашей повседневной надзорной деятельности, мы будем осуществлять надзорные мероприятия и проследим, каким образом в дальнейшем собственник этим имуществом будет распоряжаться. Так же, как мы повседневно смотрим и в другие стороны, обращая внимание на другие моменты. Я просто думаю, насколько сложно контролировать вот такое количество различных организаций, особенно когда они создаются, как-то, знаете, вот раз пришла организация. Ну как вот ее проконтролировать? Надо же понимать, потому что я сейчас, опять же, я не росла в период, скажем так, коммунистического прошлого, но я слышала, что были ЖЭКи, были управления, когда люди знали, куда они платят. Они знали, что здесь будет это, здесь будет это, вот им приходили логатанцы, но в какой-то момент все это превратилось в такую сеть, что, знаете, вот сейчас поди разберись, кому ты заплатил, куда ушли деньги. Поэтому когда периодически приходят жители, да, на встречи с властью и так далее, и вот я вижу эти испуганные глаза, особенно пенсионеры, ветеринары, которые привыкли платить вот как вот. Мне прислали квитанцию, я все понимаю. И ведь люди совестливые, они платят, потому что они боятся, что завтра у них выключат, что их выселят. Это у них вот, да, вот я смотрю, люди пенсионного возраста, очень многие, они, даже если они видят, что где-то там надо начислено, они пойдут и заплатят, потому что для них это долг. И так обидно за них, знаете, становится по-человечески. Мне тоже иногда становится обидно, потому что мы, конечно, постоянно в постоянном контакте с жителями, мы ведем и постоянный прием граждан, беседуем на все эти темы, стараемся проникнуть в каждую конкретную ситуацию, вникнуть. Зачастую без проверочных мероприятий ответить конкретно на поставленные вопросы мы не можем, потому что нам необходимо, и порой только мы можем это сделать, запросить определенные документы, изучить их и разобраться вот действительно в этой цепочке событий, цепочке лиц, которые в этом процессе участвуют. В настоящее время, как бы не была сложна вот эта вот цепочка, внутренняя процедура построения этих гражданско-правовых отношений, органы местного самоправления, органы государственной власти нацелены на то, чтобы жителям было максимально просто и удобно получать государственные и муниципальные услуги, в том числе и жилищно-коммунальные услуги. Вопросы и споры, разночтения иногда связаны, скажем так, безусловно, и с качеством этих услуг, но и с оплатой. И вот когда мы понимаем, что житель, в общем-то, и не против платить, и обязанностей с него никто не снимал, но почему-то у него эти платежи составляют больше, чем это нужно, здесь мы, конечно же, задействуем уже контролирующего органа, потому что мы надзорное ведомство. И если орган контроля не разобрался в этой ситуации, и тот же житель, ну, спустя некоторое время приходит к нам же опять и жалуется о том, что да, мы его обращение поручили на рассмотрение контролирующим органам, но там он не нашел правды, и он не согласен с этим ответом, тогда мы уже, как сказать, если можно так выразиться, включаемся, да, в эту процедуру и смотрим уже, а надлежащим ли образом контролер, контролирующий орган свои реализовал полномочия, а в полном ли объеме, разобрался ли он и так далее. Ведь задача прокурора, она больше, скажем так, надзорную функцию, да, прокурор выполняет, а здесь, если есть в этой сфере орган контроля, мы же не должны подменять его. И там работают специалисты, которые имеют и профильное образование, не только юридическое, которые способны просчитать экономику, ну, вникнуть в финансовую деятельность организации настолько, насколько это положено по закону, да, без вмешательства там необоснованного, и сделать вывод уже по каждой конкретной ситуации. Их работу, если они не справляются, либо с их выводами не согласен гражданин, уже контролируем и проверяем мы. И если где-то не разобрались, то да, возвращаемся к этим вопросам и уже досконально разбираемся. То, что граждане вынуждены вникать и проникаться всей вот этой вот сетью взаимоотношений, это вызвано тем желанием разобраться действительно, куда идут эти средства и на каком этапе они либо расхищаются, либо еще что-то, да. Потому что как еще? Единого, единой системы, скажем так, прохождения платежей за коммунальные услуги, за содержание жилфонда нет. В каждом конкретном случае, даже вот на нашей поднадзорной территории, это разные взаимоотношения. Где-то у нас управляющая организация, где-то товарищество собственности жилья, где-то открыт специальный счет, на который начисляется плата за капитальный ремонт, где-то есть взаимоотношения с фондом капитального ремонта, куда поступают эти средства от жителей. Ну, то есть люди либо напрямую идут, либо через управляющие компании, либо какие-то другие варианты. Да, проще говоря так, но в каждом конкретном случае нужно разбираться. Поэтому, когда человек приходит и говорит, что вот мне непонятно это, 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 мы, конечно, берем документы, начинаем запрашивать, разбираться. Тогда уже, когда он приходит к нам после ответов от контролирующих органов. Если он приходит, ну, скажем так, впервые, и мы видим, что это вопрос контролирующего органа, мы этому ведомству поручаем рассмотрение этого обращения. И добиваемся, чтобы это обращение было рассмотрено надлежащим образом. Как? Как написано в 59-м федеральном законе о порядке рассмотрения обращений граждан. Своевременно, всесторонне, в полном объеме. И ответ должен быть обстоятельным, обоснованным со ссылками на конкретные доводы. Эти истории, опять же, из нашей замечательной сказки под названием «ЖКХ», в которой мы живем, они еще и связаны с такими, ну, случаями с управляющими компаниями, да? Вы же, наверное, тоже об этом прекрасно знаете, что управляющие компании – это тоже такой бич. Вы в какой-то момент и страшные дела здесь происходили, и фактически разбирались на уровне ни слов совсем. Здесь жители тоже так же активно к вам обращаются за помощью, вот именно с точки зрения разобраться в вопросе с управляющей компанией, с обанкротившейся управляющей компанией, вот с этими, опять же, какими-то непонятными начислениями и так далее. Тоже с такими делами приходят? Да, приходят управляющих организаций у нас в районе не одна, и не две, и не десять. В определенный период появляются новые, прекращают деятельность какие-то, которые раньше действовали. Есть, к сожалению, многоквартирные дома, которые, вы знаете, в таком постоянном, каком-то переходном периоде находятся. Это не способствует прозрачности платежей и не способствует открытости абсолютно деятельности управляющей организации, потому что зачастую, если она поработала недолго и больше не осуществляет свою деятельность, как от нее добиться ежегодного отчета, который предусмотрен законодательством, когда она прекратила свою деятельность до истечения года. Здесь уже, конечно, разбираемся. В каждом конкретном случае разъясняем гражданам, что у нас есть определенные общедоступные ресурсы, в которых есть сведения о том, какая управляющая организация осуществляет деятельность по лицензии по управлению конкретным многоквартирным домом. Есть государственная жилищная инспекция, которая ведет реестр, и с того момента, как в реестр включена эта управляющая организация, с этого момента она осуществляет управление этим домом. Если решение это принято, но его кто-то обжалует, те же жители, например, вот до тех пор, пока нет решения суда, мы исходим из того, что в реестре управляющих организаций это организация, и это, скажем так, определенная законом процедура. Иной точки опоры не существует, потому что та система деятельности по управлению многоквартирными домами, которая определена законодательством, она исходит вот из этого. Поэтому если в дальнейшем решением суда будет признано незаконным решением государственной жилищной инспекции, например, об определении управляющей организации, вот тогда уже разбираемся, и кто же будет в дальнейшем управлять. Бывают случаи, когда органам местного управления приходится включаться в эту работу, проводить конкурс, когда жители не могут определиться, и управляющая организация не может определиться, или прекратила свою деятельность. Дом не может оставаться без управления. И в данном случае это фактически чрезвычайная ситуация. Потому что если зимой перестанет работать отопление в многоквартирном доме, то система отопления может выйти из строя за несколько часов. И восстановить ее будет стоить очень больших денег. Кто будет это восстанавливать? Это общее имущество многоквартирного дома. И обслуживание этого дома осуществляется за счет средств жителей. Значит, жители, но они не смогут этого сделать, тогда уже органам местного самоправления придется каким-то образом финансировать эту деятельность, брать средства либо из местного бюджета, либо ходатайствовать о выделении средств из областного бюджета. Это дополнительная нагрузка. Поэтому, конечно, таких фактов допускать нельзя. А предусматривается ли ответственность, в том числе уголовная, вот, скажем так, владельцам этих, ну, допустим, жилищно-коммунальная компания, вот, управляющая, ну, владеет домом, да, хозяйством домом. И вдруг в какой-то момент они объявляют себя банкротом. Да, все было хорошо, но вдруг. Распродали имущество быстро, объявили себя банкротом. Жители остались без управляющей компании, жители остались, по сути, с долгами даже где-то, да, ну, или просто свернулись, и жители остались, и что им делать? За это понесут лица ответственность? И какая ответственность? Ну, вот, уголовная ответственность, если говорить в данном случае, да, здесь элемент хищения. Потому что если денежные средства, которые получены от жителей, управляющие организации, потрачены целевым образом, то в таком случае таких глобальных проблем возникать не должно. Да, есть такие элементы, что, например, не все жители платят, а с управляющей организацией, ресурсоснабжающая организация требует по счетчику. Вот сколько вам отпущено, будьте любезны, ежемесячно. Управляющая организация пока судится с жителями, взыскивает с них средства, пиене, там, судебные расходы и так далее, время. За это время накапливаются долги. Бывает такая ситуация. Но бывает и ситуация, когда те платежи, которые поступили на расчетный счет управляющей организации, ненадлежащим образом, нецелевым образом в дальнейшем направляются. То есть, ну, грубо говоря, в карман. Данные цепочки взаимоотношений, ну, не напрямую же приходят директоры, снимают это со счета. Это как-то завуалированно происходит. Какие-то определенные схемы хищений, например, за каким-то образом там выполненные работы или оказанные услуги, которые очень сложно подтвердить либо опровергнуть. Поэтому это труднодоказуемые моменты. Но, тем не менее, у нас органы внутренних дел под нашим пристальным контролем и надзором проводят доследственные проверки, в ходе которых в том числе проводят и различные бухгалтерские экспертизы, изучают все эти моменты, документацию, каким же образом и куда именно были потрачены эти средства. И здесь большим плюсом является то, что по законодательству средства, которые поступают от жителя за оплату коммунальной услуги, они имеют целевой характер. То есть, например, если в квитанции за воду, сколько-то там рублей, вот эта, значит, сумма, она вся полученная должна быть перечислена за воду, именно ресурсоснабжающей организации в последующем. То есть она не может уйти иным образом куда-то там. Да? Да. То есть, если она уходит, в таком случае это, как минимум, административная ответственность, это нарушение лицензионных требований. Каждая уважающая себя управляющая организация очень сильно переживает по поводу этих административных дел, поскольку один раз привлекли к административной ответственности, а если уже повторно в течение года, да еще это грубые нарушения лицензионных требований, то там недолго и до отзыва лицензии. А если отозвать лицензию, в таком случае не может эта организация осуществлять последующую деятельность по управлению многоквартирными домами и, ну, грубо говоря, все, бизнесу конец. Поэтому, конечно, когда мы привлекаем к такому виду ответственность, управляющая организация быстренько устраняет все эти нарушения, либо хотя бы какой-то график погашения платежей разрабатывает, начинает оплачивать ресурсоснабжающим организациям денежные средства. В свою очередь ресурсоснабжающие организации, если им не платить, они же тоже должны содержать это имущество, и они платят за газ, если это горячая вода, и нужно подогревать, например, да, они платят за другие там вещи, за электричество. Если они не получают эти средства, вся эта цепочка от управляющей организации приводит к таким вот негативным последствиям. Поэтому здесь, конечно, многогранная проблема. Да, тема-то просто такая, вот она, я говорю еще раз, сейчас она самая животрепещущая, но вы же занимаетесь и другими вопросами, не только ЖКХ, да, у вас ведь контроль. Да, вот о чем я говорил, сейчас наиболее, скажем так, важное направление надзора, нет, не важных, нет, не важных, я это подчеркиваю, но преимущественно или достаточно пристально в первую очередь мы сейчас смотрим и уже на протяжении длительного времени реализацию национальных проектов. Определены 12 национальных проектов Российской Федерации, созданные при президенте комиссии, в которую включены различные представители и государственных ведомств, и общественных организаций и так далее. И такие важные, как, например, образование, демография и другие. И они, безусловно, мощно финансируются за счет федерального бюджета. Вот целевой характер использования этих средств, реальное достижение целей, на которые потрачены эти средства, на местном уровне, все это проследить в совокупности, наши задачи. Поэтому сейчас мы пристально относимся к этим вопросам. Также хотел бы отметить, что на острие наших задач прокурорского надзора это защита максимально незащищенных категорий граждан, это дети и инвалиды, наверное, в первую очередь. По инвалидам отдельно, ну, в том числе дети и инвалиды. По инвалидам отмечу, что есть проблемы, связанные с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации. Знаете, да, что у каждого инвалида есть программа реабилитации, в которой прописываются мероприятия и средства, медицинские изделия, изделия, препараты и так далее. Которые нужны каждому инвалиду, чтобы он мог просто жить, существовать, жизненную функцию свою, социализироваться в обществе и так далее. И у инвалида два выбора. Если у него есть денежные средства, он может себе в соответствии с программой реабилитации приобрести самостоятельно то или иное техническое средство реабилитации, ТСР. И, соответственно, потом взять чек, прийти, написать заявление в фонд социального страхования. И через некоторое время фонд социального страхования проведет там проверочку и назначит ему сумму к выплате. Эта сумма не всегда соответствует, конечно, рыночной стоимости, она, как правило, ниже. Но, тем не менее, это гарантия, которая государством предусмотрена. Второй вариант – это инвалид приходит и говорит, ну нет, у меня средств, вы мне, пожалуйста, на учет поставьте, и вот закупите и дайте мне ТСР. И это тоже функция фонда социального страхования. Для этих целей он обобщает эти заявки, соответственно, размещает закупки, закупает средства реабилитации и выдает инвалидам, чтобы они могли реализоваться. Ну и здесь есть нарушения, да? Здесь, да, к сожалению, у нас есть проволочки. Это связано с тем, что были факты, выявлялись длительное отсрочивание этапа закупок дорогостоящих средств реабилитации, таких как слуховой аппарат, например, костной проводимости. Это средство, которое в конкретном случае, я, конечно, без фамилий, нужно было ребенку-инвалиду для того, чтобы просто развиваться. Ведь в детском возрасте человек, ему нужно восприятие, если нет восприятия вот такого как слух, да, то затормаживается развитие. Это резко отражается в последующем на жизни человека. Мы, в принципе, получили даже заключение врачей на определенном этапе в ходе проверки и обратились и выяснили, что более года, более года родители написали заявление в интересах ребенка-инвалида, не могли добиться этого. Ну, соответственно, вы помогли, да, я так понимаю? Да, да, там были и судебные тоже решения, и досудебные меры реагирования. В некоторых случаях нам удается до суда внести представление и уже по результатам его рассмотрения добиться, что конкретные средства инвалидам возвращают. Ну, это важно, потому что, понимаете, учитывая то, что основа юриспруденции – это римское право, которое защищало гражданина и права отдельного гражданина, да, не просто народа, а отдельного гражданина. Вот мне бы хотелось и от себя, наверное, от жителей пожелать, чтобы вот это право одного человека защищалось, и тогда и остальных права будут также защищаться в рамках закона. И закон, он должен быть на стороне человека, он должен помогать человеку. И все должны жить в этом правовом поле. Ну, а я так понимаю, что прокуратура поможет, поддержит. И еще раз напомню жителям, что есть приемные часы. Это четверг, да, первая половина дня. Четверг, первая половина дня. Поэтому приходите, если будут вопросы, за разъяснениями. Я вас благодарю за очень содержательную беседу. Думаю, сегодня было интересно многим узнать и услышать. И вам, уважаемые телезрители, я желаю, как всегда, всего самого доброго. Ну и до встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова